Денис 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 У нас в семье есть такая традиция, мы в личную жизнь друг к другу не лезем, но если есть какие-то вопросы и проблемы, мы всегда обсуждаем Мы сейчас расскажем, как не лезет мама в вашу личную жизнь Денис, я знаю, что вы, и это не мой секрет, Роза уже говорила миллион раз об этом на программе, что вы живете с женщиной, ну как Роза предполагает, много старше себя Практически ровесница Роза, а дети ее ровесники ваши, так ли это? Ну не совсем, не прям ровесница, да Насчет детей, они, да, один есть, но с ними не живут, то есть как бы я ни о ком не запущусь А почему вы ее не познакомите с мамой? Ну я бы не сказал, что просто это как бы отношение с продолжением, то есть больше как бы Ну а вы считаете, что женщина это устраивает? Пять лет все-таки у вас с ней длится все это дело? Да, но тут как бы не было такого, что мы как бы что-то друг от друга скрывали Просто она воспитанный человек, любит вас, иначе бы женщина не стала свои лучшие последние годы на вас тратить, если бы не любила Значит она любит, но просто ждет чего-то А нет, поверьте, нет ни одной женщины на земле, которая бы просто так тратила время свое Просто боится Розу, Роза уже везде рассказала, что ей не поздоровится, если она рядом с вами Скажи, Ксюша, а ты знакома с этой женщиной? Нет, не знакома Мы никто в семье с ней не знакомы Боитесь маму? Да не особо просто, ну я как бы смысла не вижу особо Он должен решать, а не мама, он взрослый мужчина Хорошо, а вот если бы звезды так сложились, если бы мама сегодня вдруг сказала Денис, правда, ты знаешь, пересмотрела, тебе все-таки 25 лет Ты взрослый парень, поступай как хочешь Я хочу для тебя счастье, но в моем понимании счастье для меня это одно, а для тебя другое Вот что бы вы выбрали? Она бы сказала, давай, знакомимся, живи, все, благословляю Ну, наверное, потому что все-таки Вам бы стало от этого? Все-таки это моя жизнь, да Хорошо Да Надо выбирать любовь, а не маму Что делать будем, ребят? Вот смотрите, я с огромным уважением отношусь к Розе С огромным уважением То, что ей пришлось пережить в этой жизни, не дай бог, никому Она выстояла, она человек железный, она себя сделала, она вытащила вас И все, и хватит, спасибо, молодец, что не сломалась А дальше, я вот старалась несколько раз донести, а дальше ваша жизнь Твоя мама живет рядом с тобой, правильно? Это семья Да И у меня это тоже семья И когда мои дети выбирают своих суженок, они должны помнить, мне кажется, это все так думают Что это еще и родители тоже в этом как-то присутствуют Но как минимум послушать бы родителей Конечно, Роза, я тебя обязательно выслушаю, знаешь, я ведь тоже мази, совершенно сумасшедшая Да посмотри, это счастливые дети Любящие дети, я назначила Они взрослые, они взрослые ребята, и они будут еще более счастливы, когда они заживут совершенно отдельно своим умом Ну вот как-то чувствую детей А я по-другому чувствую, я своих детей знаю Хорошо Все-таки она опекает сына И следит Очень Ну да, да-да, не знаю даже Ну мне кажется, что это нормально Вот в идеале, кого сегодня хотите найти вообще в жизни? Ну, больше человека, который меня поддержит С чем поддержит? Вы сказали, что хотите больше всего победить свою лень Да, это, скажем, главный мой порог Я стараюсь давать себе испытания, которые, чтобы преодолевая их, стараюсь... А это не из-за ленности женщины старшей, с которой уже не нужно ничего В этом с ней комфортно, потому что она вас никуда не тащит, потому что она взрослая Потому что она уже многое видела Ну, да, может быть, тут есть как бы вот та доля моей лени, что это тоже повлияло, безусловно Ты возьмешься лень выбивать? Выбивать не знаю, как сам выбить А как вот видите свою жизнь лет через пять? Лет через пять, ну, вот я очень хотел бы попутешествовать, но как бы вот из-за того, что я такой домосед Я себя некомфортно чувствую в незнакомых местах, таких отдаленных Вот хотел бы такой, скажем, круиз попутешествовать по многим европейским странам Скажите, а вы всегда были вот такой, ленивый, инертный? Или был какой-то переломный момент, вот что-то такое в жизни произошло, что вы решили Нет, вот мне лучше дома Нет, наверное, всегда, да Дениска не инертный и не ленивый вот в том представлении, как сейчас у зрителей это будет происходить Да, он любит дом, да, любит он эти компьютеры, книжки читает, вот такие читает Нет, ленивый это же не тот, который не бегает, не прыгает, не занимается спортом и не сидит в интернете Ленивый человек это тот, кто не хочет делать то, что нужно А он хочет делать только то, что ему приятно Нет, он все делает, все, что нужно Учится, работает в семейном бизнесе То есть, ну все, что требуется от пацана в 25 лет, он все это делает На самом деле, я думаю, что он типичный рак Понимаете, во многом Потому что люди этого знака часто сначала в юном возрасте встречаются с женщинами, которые гораздо старше Вот потому что с этими людьми они чувствуют себя как с матерью Потому что вот этого не хватает тепла Очень чувствительная, тонкая эмоциональная душа И поэтому много внутри скелетов, что называется, в шкафу, понимаете? Много внутренних переживаний Жажда любви огромная, фантазия очень богатая Но он не ленивый Нас делает не только гороскоп, но наша жизнь, наши испытания, наш жизненный опыт Тамарочка, он все это по любви у меня женится-то? Конечно, женится по любви Я думаю, что этот год даст ему очень яркий выход, когда он будет заметен Но плюс ко всему, что самое главное, через два года, на мой взгляд, реализуется личная жизнь Начинаем репетиция А почему? Может быть, он уйдет с той женщины и женится на ней через два года? Да, он будет возвращаться к этому человеку Вы абсолютно правы Но самое главное, люди его типа, они сначала выбирают женщин постарше Но как только они исчерпают вот это состояние, когда сами становятся мудрее Тогда они выбирают все моложе и моложе Что вы говорите? Да А ну она-то мне нравится будет? Тебя уже не будет, уже будет говорить Я бы сказала Я бы сказала Я бы сказала Я бы сказала Потому что это будет очень не скоро Здесь есть самый главный аспект Вот скажите, Денис, мама какого знака зодиака? Мама? Да Когда она родилась? Мама водолей, что ли? А, водолей, да? Все Вот, вот понимаете, в чем дело? Он будет искать, как мама Потому что вот это глубинное внутреннее чувство И даже знак зодиака наверняка будет, как мама, искать Понимаете? Я не думаю, что так Такого типа Дениска Это сейчас вы идете от противного Понимаете? Потому что вы будете всегда возвращаться к тем, кто яркий К тем, кто другой Не такой, как она Но вот от этого К тому, как мама Это будет обязательно Камиля, ты вообще как? В гороскопу веришь? Вот то, что сейчас вот его охраняризовали И какую невесту ищет? Ты как? Не знаю Мама верит Я что-то особо Мы всегда выслушаем, как Роза пытает По поводу того, что у вас есть Кудышний вы жених или не кудышний Три ключа есть Какие? От квартиры, от машины, от офиса И готовы делиться? Готов, да Прописать Я вот все разные вопросы задаю Готовы прописать Приезжую? Если Как бы Я буду любить И меня будут любить То да, почему нет? Она должна быть целомудренной Смотря в каком плане В физиологическом В медицинском В медицинском Для меня это особое значение Не имеет Денис, честно Вам сейчас некомфортно Потому что вы не можете отвечать На вопросы искренне Вы любите проводить время с мамой И сколько вы времени своего свободного Проводите с мамой? И по своей ли воле? Всегда по своей воле Естественно Для меня Проводить с мамой Время всегда И весело И комфортно Но в последнее время Тут как бы И учеба И работа И не часто могу это делать А мы как хорошие Герои Сняли видео Давайте посмотрим У нас в семье есть традиция Проводить родительский день И свой родительский день Я всегда проводил с вами Самыми близкими родственниками Моя мама И поестерая Которая вас сейчас сгибает В наш родительский день Мы очень часто посещаем Разные Которые Где можно просто поесть Миллиазины Где можно купить Какой-нибудь приятный подарок Моей маме И вам Будет купить Ему век И очень часто Будет Гористь в кино Слушайте Мама прекрасная Я обожаю сыновей Которые любят своих мам Ну как я советовала Ксении Пуповину Это уже по собственному Просто Собственным усилием воли Обрезать и вам тоже Мама должна проживать Свою собственную жизнь А вы свою Ходите в магазин один И навещаете маму Никто не говорит Иногда можете даже с ней Выпить чашку кофе Но редко Иногда Вы даже сейчас Сидите с нами Разговариваете Но на маму все время Коситесь Почему Почему А ты не допускай Что он меня просто любит Любит Молодец Молодец Но вам Четвертак Все Отцепитесь от мамы Хорошо Я вам желаю сегодня Встретить Женщину и утесу Которая вам понравится А не которая понравится маме Ну так что ты думаешь О том Что он так прям Привязан к мамочке Это мама его не отпускает Он к ней не привязан Он боится ее обидеть Ксения Кого ты видишь рядом с братом Самое интересное Что я не представляю Женщину Которая сможет Так сказать Вытверпить моего брата Потому что Он рак Он очень нудный Он педантичный Если он что-то делает То нужно Чтобы прошло очень много времени Допустим Что-то попросил Проходит день И только на следующий день Он это делает Тебе это уже не нужно Но он это хочет сделать И он стремится это делать Сколько времени он проводит У компьютера В играх 5-10 часов Наверное Любая мать Я не буду здесь оригинальной Хочет Чтобы Их детей любили Кстати Невестке Я выделяю В своем сердце Больше места Чем зятю Потому что Ксюша у меня Все-таки под нее Она сама Под кого хочет подстроиться И она Ну как бы Она немножко другая А вот Переживая за сына Что была рядом Любящая Принимающая А я научу Правда Вот понимаешь Камилюш Если понравится Она То есть Невестка Ей Там будет вообще Все Там будет просто Я не знаю Встречайте невесту Аплодисменты 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 Саляму алейкум Меня зовут Камиля Меня зовут Камиля И по татарским традициям Я пришла Не с пустыми руками Я сделала Сыр И хлеб Это вам А это вам Спасибо Камиля 21 год Студентка Биотехнологического Факультета Завоевала титул Мисс Активность На фестивале Татарской красоты Увлекается флористикой И конным спортом Рисует акварелью И берет уроки вокала Мечтает открыть Центр татарской культуры Камиля еще не встретила Мужчину С которым Ей хотелось бы Построить Серьезные отношения Надеется Что Денис Сколыхнет ее сердце Откуда вы к нам приехали? Из Мордовии Город Саранск Ну вы пенсиональности татарка? Да Чистокровная татарка Мещарка Расскажите о своей семье У меня очень активная семья И мы постоянно ездим Куда-то вместе Ну родители меня очень любят И не хотят отпускать Видимо А детей в семье много? Нет Нас двое А сейчас живете в Москве? Нет Я сейчас живу в Мордовии Потому что я доучусь У меня диплом сейчас Вот И поэтому я очень... А собираетесь потом где жить? Я даже не знаю Вы поедете в Москву? Если служите Ну я не знаю Честно говоря У нас квартира есть Все в порядке Не в квартире? Татарочку прям Пускай родственники Даже не переживают Московскую прописку дадим Ну я не знаю Я очень близка Своими родителями И мой папа Не очень Оценит Ну как бы Одобряет мой переезд В другой город Как думаешь Ему подходит мусульманка? Мы с ней все время Именно это Я думаю Нет А вы послушайте Родители Вот если мы Возговоримся С вашими С родителями О том Что я сосватаю Вас На сговор Послушайте Если родители скажут Да, все нравится Подходит Пойдете замуж? Ну если мне будет По душе Родители Родители не могут Сказать мне Они говорят Они меня Во-первых Спросят Первично вы Родители вторично Правильно? Да Мое мнение Интересует их Мы считаем Что она ему Не подходит И это Наша Однозначная Допустим Представим Что понравился Дениска Вот у меня Условия Хочу Чтобы моя невестка Называла меня Мамой Назовешь меня Мамой Без проблем Отлично Ну это был первый тест Да, занимаем Анигем Анигем А я Казым буду тебя звать А это первый тест А для второго теста Пойдем на сцену Камиля, а не страшно Вот идти А в семью В такую не страшно? Нет Для первой Нет? Эйди Аказым Так Ну ты знаешь У нас в татарской семье Мы всегда очень много готовим Гости приходят всегда Без приглашения И мы всегда этому рады Самый лучший Собственно говоря Вот чему меня бабушка научила Это беляш Да Для беляша мясо надо Вот давай сейчас посмотрим Ну это по-моему гусь Ага Ну так берем его или не берем? Ну берем, берем У нас птица идет А это баранина Угу Не ошиблась? Или говядина Так, ну Ну что-то из этого Готовить явно ты готовишь Через раз это Это галеш У нас просто у мишар Галеш не делают практически Хорошо, ладно Это свинина Это говядина А это баранина Ну вот Ничего страшного АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Оценки не ставим Камиля Камиля, вы, конечно, свинину не едите Нет, вы что? Я даже не знала, как она выглядит, если честно Добрачное отношение Приемлете? Нет Она целомудрина Спасибо Ну что, есть у тебя к будущей, к потенциальной заловке вопросы? Вопросы? Угу Я просто была на татарказы Я видела, мне очень понравилось ее платье Ее выступление, ее танец И стихи, которые она поэзия, так сказать, читала на татарском языке Очень красиво Поэтому А твои дети татарский язык знают? К сожалению, нет Я почему еще хочу, чтобы невестка у меня язык знала Чтобы внуки тоже говорили Практики теряются Слушай, а можешь вспомнить что-нибудь? Ну хотя бы какой-то кусочек Я могу стих рассказать? По-татарски? Да Прямо уважишь Спасибо Я думаю, что русская поэзия более воскребована, чем татарская Она человек очень сдержанный И она никогда не продемонстрирует Она может кого-то любить всю жизнь И не продемонстрирует, если это не в браке Да Она не скажет о своих чувствах Она их скроет Но тем не менее, она самодостаточна очень Она очень эффектная девушка При всем при этом Ее Сатурн находится на вашей Луне Она будет вам как строгий отец Понимаете? Да То есть, с одной стороны, она заморозит вашу эмоциональность И заставит стремиться к какой-то цели Буквально То есть, трудная физическая совместимость Сначала может быть страсть очень сильная А потом полное безразличие Не тот совершенно вариант Она... Роза, наверное, ей найдет хорошего мужа Камиля, я знаю, что вам нужно переодеться для сюрприза Да, конечно Мы вас будем ждать Тамарочка, а у меня вопрос Значит, я правильно поняла Сына будет как строгий отец А со мной она найдет общий язык? С вами найдет общий язык Потому что начнем с того, что она водолей Она типичный водолей Венера, Марс, Солнце А я тогда... Я же не типичный Вы не типичный, да Но тем не менее, ваша вот эта вот водолейская пробивная сила Желание добиться своего Она главнее всего Тамара, у меня к вам вот такой вопрос Понимаете? Вы, когда выходили замуж за Павла Вы же уже ориентировались по звездам? Нет еще А вы с самого начала знали, что вы несовместимы по знаку И что ваш брак обречен? Ну, это совсем другая история Потому что я отношусь к тем людям Которые, несмотря на то, что видишь перед собой Стремятся изменить все к лучшему А вот что у вас не срослось? То есть вот если он взрослый человек А не срослось только одно Как только пришла слава, появилось очень много женщин У человека, у которых их не было Вот и все Как-то грустно прям Хотите быть стройными и привлекательными? Попробуйте диету Елены Малышевой Здоровое питание и стройная фигура Просто ешьте и худейте Сюрприз готов, давайте посмотрим АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, Денис, мне нужна помощь АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Головной убор оказался тяжелым для готовки Мы сегодня будем делать ТОК-МАЧ И нам нужно Мне нужна твоя помощь Нужно будет сейчас Сейчас покажу, как резать Смотри Мы туда добавим помидор Но режем их крупно достаточно Потому что, ну, это будет более красиво Ты вообще слышал про это блюдо, нет? Для тебя, мам? Нет, первый раз Я в Татасской кухне не очень Роза, как так? Почему не знаешь, что такое ТОК-МАЧ? Так вот, я хочу как раз За счет своей невестки И пробел В национальных особенностях, как говорится Это первое, второе, что-то закусто? ТОК-МАЧ – это первое Потому что это суп А бульон на чем готовится? Либо баранина, либо гусь Моя бабушка делала куриный бульон И лапшу, лапшушка прям длинная, длинная Для нас это плюс Они не знают, что он готовит Что она ему предлагает Еще огромным будет плюсом Если ему не понравится В общем, я поняла Помидоры, перец, что еще, Камиля? Помидоры, перец, лапша В конце добавляется А уже при подаче режется Делень И добавляется, сверху украшается Либо яйцо еще иногда добавляется Овощный суп Овощный суп, да Вы молодец, прекрасный сюрприз Как раз он настоится после программы И Денис на нервах все это истинит Или домой заберет Спасибо, проходите Девочки, забирайте свои подруги Ксения А ты сама-то умеешь готовить? Конечно Я очень люблю готовить Мама научила или сама из интернета? Борщ мама научила А так я студирую интернет книги Борщ особенно татарское национальное блюдо Я просто люблю борщ Тебе кровь научила Хорошо, понравилась тебе невестка? Очень Мне нравится, что она любит готовить Потому что мой брат любит покушать плотно Денис, а для вас обязательно, чтобы жена хорошо готовила? И так ли для этого вообще важно? Ну, это, конечно, важно Потому что всегда приятно, когда тебе человек приготовил поесть Это всегда и вкусно, и чувствуешь, что тебя любят Ну, как он тебе? Я не знаю, девочки Я что-то так волновалась и ничего не видела Смотрите, какая она стройненькая, живая Какая у нее быстрая речь Да Очень связная При том, что она говорит быстро Не тарахтит Знает, что ей нужно Да, тут очень хорошо Единственное, что меня немного смутило То, что ей Она настолько, видимо, зависима от родителей То, что все-таки они являются определяющим фактором 21 год Она и должна зависеть от родителей Ну, все-таки Значит, ей дома хорошо Ну, все-таки, да, это определенно Но мне все-таки важно, что как бы ей хочется Я не хочу ублажать ее родителей Я хочу как бы ублажить девушку А она хочет вас, а не вашу маму Потому что идти к маме в лапы Это же заменить и расстрелом называть Это же страшно как Моя мама не такая страшная Нет, она не страшная, она прелестная Это в том случае, если будет по ее Если ей не нравится Да, это правда Вы будете поражены, потому что она скажет Делайте, что хотите Серьезно Ну, я думаю, мы договорились Роза, тебе-то понравилось, Канеля? Да, невеста нравится Татарочка Мне кажется, вот Татарочка Я уже много чего готова просить В общем-то Вот национальное, родное А потом, Лариса, ты зря Я на самом деле-то с Викрую буду очень хорошая Присмотритесь к Денису Да Ну, все-таки, если он зайдет к тебе Я не знаю Тебе надо подумать? Да У вас есть три бонуса Скелет в шкафу Свидание наедине И семейная традиция Что вы выбираете? Скелет в шкафу, наверное? Да, давайте Скелет в шкафу посмотрим Зачем он вам нужен, правда Но хозяин Барин Я терпеть не могу этих скелетов Ой, какая прелесть Ой, какие барашки А это кто-то, не знаю Какой-то свиненыш и лошадка Сейчас я хочу Канеля, подойдите ко мне, расскажите Что это за животное? Вот Роза меня тестировала А это мой папа будет тестировать Дениса Денис, ты должен уметь оседлать, как и лошадь Также ты должен на охоте, так как мой папа охотник Завалить кабана А вы его потом продадите? Конечно, мы же не едим Вот я и говорю, да Это как бы И что еще там? И баран Что баран? Зарезы баран Курбан Баран зарезает, он должен уметь Да О-о-о-о Да Не задумалась У нас все слажено Спасибо, дорогая Проходите Встречайте невесту Привет Здравствуйте Это я испекла для тебя О-о-о Очень старалась Надеюсь, тебе понравится Я так понимаю, цветы для меня Да Очень приятно Ну что, может пройдем? Да, пройдем Елена, 34 года Менеджер По образованию юрист Любит петь и танцевать Пишет стихи Любит готовить Мечтает купить автомобиль Предупреждает, что не позволит будущей свекрови вмешиваться в ее личную жизнь Елена родила двоих детей вопреки желанию своего мужа Когда он узнал о ее третьей беременности, ушел к другой женщине Вам 34 года Да, мне 34 года Роза Да И вы сказали, что будете подальше от свекрови Что вы не очень будете прислушиваться к мнению свекрови Ну как вам сказать Я слушаю свекровь, но делаю все равно по-своему Молодец А еще у вас трое детей Да, у меня три дочки замечательные От одного мужа? Да, от одного мужа Представляешь, у тебя сразу трое внуков? Нет Почему? А вы, Денис? Ну, сложно такое представить Ну, хорошая девочка такая Интересная, активная Ну, не знаю, Розе, мне кажется, она не понравится Трое детей просто так не родятся от одного мужчины Была любовь, значит? Любовь была, но с моей стороны было больше, как сказать Не то, что терпение Я хотела брак сохранить И он держался за счет меня Вы же скрывали беременности от мужа Почему? Нет, я не все скрывала Последняя беременность, да Я скрывала от него Потому что у нас были сложные отношения Потому что он уже жил с другой девушкой Прямо рядом с вами, в одной квартире? Ну, не совсем, конечно Ну, приводил домой? Он пришел с ней Как бы и заявил о том, что Ну, я поняла, что это все Это его девушка, женщина А сколько срок? Какой был срок беременности? Ну, на тот момент Ну, месяц там Где-то так Вы ему сказали об этом? Я сначала сказала Но он был против И я потом сказала, что как бы я ошиблась Потому что он был против То есть, чтобы он не нервничал Ну, Роза не позволит ему брать ответственность за троих детей Сколько времени назад развелись? Три года назад И где вы сейчас в каком городе? В Москве С тремя детьми? Да, в его квартире Но я на законных основаниях Так как дети прописаны в этой квартире Он москвич? Да, он москвич Я не москвичка Я белорусская А он где сейчас живет? Он живет у жены на дай В батищах, извините Скажите, а тяжело, наверное, да? Одно из тремя? Ну, тяжело, но Мои дети Я смотрю на них Я ради них готова на все Кто помогает? Кто? На что живете? Живу Я подрабатываю Я как бы не полный рабочий день Но я работаю Я нахожу Чем занимаетесь? Много чем Ну, конкретно Что вам приносит деньги? Заработки в интернете Пишу стихи, тексты какие-то Я не знаю Ну, можно Если у человека есть желание Он всегда найдет заработок А еще можно заработать За счет имени известной вообще женщины Отжать также у нас квартирку Как вы у своего бывшего отжали Я ничего не отнимала Это дало государство ему квартиру Ему квартиру? Я не отнимала ничего Только почему он не живет в этой квартире? Потому что он не хочет со мной жить Да, потому что когда третьего ребенка вы скрыли Как только он узнал Он, извините, сразу и ушел Ну, а ответственность как же мужская? Какая? А вы его спрашивали? Что значит спрашивала? А что мужчина не отвечает за свои действия Когда он делал детей? Так получается? Он говорит, дорогая Я хочу от тебя детей Я хочу от тебя сына Я хочу от тебя дочь Я понимаю, но бывают такие в жизни ситуации Что не все предопределено А вы от моего сына что хотите? По плану что? Что хотите от моего ребенка вообще? От ребенка? Да Чтобы он сам принимал решения Ваш ребенок Какие решения он принимал? Он вам нужен Вы смотрите Если у вас сложится все с Денисом Что бы мама сейчас не говорила Как бы не мила Он может вам сунуть телефон Где-то там Найти вас в сетях Как будете выстраивать с Розой взаимоотношения? Тактично, вежливо, уважительно А вот она вас в дверь будет Просто вот будет гнать и говорить Нет, у меня уже такая одна была пассажирка С сыном с 20-летним И ты мне такая прекрасная Не нужна Выбор делается для мужчины Не важно, меня он выберет Или другого Понимаете? Скажите мне, пожалуйста Какую ответственность должен будет взять на себя Ваш будущий муж? Вдруг на вас Денис завтра женится И начнется Вас выселяют Не знают, куда вас деть Из детского сада Ну и так далее Нет, я эти проблемы сама решу Я на Денису ничего взваливать не собираюсь Я не взваливаю на мужчин свои проблемы Я решаю их сама Хорошо, понятно Я никого ничего не прошу А я вот в интернете прочитала, что вы организовали целую страничку Помощь молодой матери И просите у всех денег Да вы что? Да Да, ну просто ты уже ее заранее не любишь Эту Елену мне прям даже жалко Не надо любить просто Либо человека принимаешь Такой какой-нибудь Либо не пришли Не надо никогда Кому навязываться Нет, послушай Вы в нашу семью пытаетесь как бы войти Я пока просто пришла Это наша семья Мне придется с вами Показать себя Если не дай бог Господи, чтобы перевернулось там все Хорошо Сидеть с вами Ну как минимум Да нет, придется, мой хороший В Новый год Да Потому что у нас семейный праздник Тогда можно встроить встречный вопрос Роза, а ты допускаешь, что наши дети могут не всем нравиться Мой сын, моя дочь, твоя дочь, твой сын А ты понимаешь, что кто-то думает Боже, да ну я и тебя умоляю Только не его, только не Только не Это же, боже, что это за ангелия Нам понесли подарки О, зимой Три ангелочка Какая маленькая, пля Привет Вот нам подарили Вот сюда А мне Машенька, ты забыла подарить рисунок еще Маленькая, маленькая Они нарисовали для вас рисунки Боже мой Пирожка возьми Идите сюда, садитесь С чем? Он с мясом С мясом Будешь? Я не хочу Иди сюда, иди ко мне А ты хочешь? Хочешь? Раз тут девочка смелая сразу, да? А ваше мнение, Денис? Вам нравится? Честно, сынок, честно Безусловно, очень красивые дети То есть Но Тут такой момент Я не то, чтобы сейчас маму поддерживаю Меня очень смутило, что Дети не должны рождаться вот в такой секретности То есть это не должно умалчиваться Я в этом плане Ну не скажу, что это какая-то консервативность Но я считаю, что дети должны появляться Когда Для этого есть все факторы То есть Есть квартира, где эти дети будут жить Есть работа Нет, просто мужчина должен попросить детей Женщины Да, и в первую очередь Хотеть детей должны оба Но в итоге Как бы он даже и не дал Точного ответа, мнения Я думаю, что вам не стоит бояться Этой невестки Потому что Это здоровая женщина У нее здоровая луна Полноценная эмоция Она может родить еще много детей Но фокус в том, что У этих людей может быть взаимопонимание То есть вот на уровне интуиции буквально Но она вполне найдет себя В общественной и социальной жизни И может даже стать впоследствии Очень популярной В деле, на которое она выйдет Через некоторое время Вот состоится и в обществе И в семье И в личной жизни Вот та самая направляющая сила А я знаю, что вам нужно делать Вам нужно всем пройти на сцену Еще я хочу сказать одно Хорошо Опять это Водолей Ну давайте я Водолей протестировала Она такая же, как вы Идемте У нас, значит, есть Правда, это делают наши мужчины Они носят либо яичко, чтобы не разбилось Но вот я вам сейчас предлагаю выпить Выпить? Да Давайте Пейте Ну так Молодец Необычно Уважила, молодец Спасибо И вам спасибо Пока вы там, девочки, все вместе Покажите, пожалуйста, и сюрприз Хорошо Хорошо Субтитры, молодец Теплохо, пейте, молодец Теплохо, пейте, молодец Все волнуются, ждут только десять минут, здесь всего лишь стоит теплоход. Мне это никогда не нравится. Мне тоже не нравится, мне тоже на самом деле не нравится такой сюрприз. На дне лопожи музыка играет, а я вот на стою на берегу. На широкое сердце замирает, и ничего поделать не могу. Спасибо, девчонки. Спасибо большое. Проходите в комнату, проходите. Эта женщина уже никогда не будет одна. Вот это счастье. Я когда смотрю на женщину, которая в сколько детей, очень жалею, что не нарожала десятерых. Давай, заходи. Заходи, заходи. Денис. Очень красивая и энергичная женщина. Ксения. Мне, Елена, не понравилась. Почему? Потому что я знаю своего брата, и я знаю, что отцовская любовь, она безгранична. И я понимаю, что когда у него появятся дети с Еленой, он будет своих детей любить больше. И будет обделять ее детей. И ей придется разрываться между ее новыми детьми. Вы не думаете об этом? Откуда вы знаете, как будет? Вы так хорошо брата своего не знаете. Пять лет в Российской Америке народного хозяйства государственной службы, и там про такое рассказывают. Ну, я понимаю, что для них это шок вообще. Я и дети. Это действительно не каждый мужчина может принять детей, потому что это ответственность. Роза, что тебя спрашивает? Нет, ну, мне, Леночка, жалко, конечно, там трое детей, и посочувствовать можно. Во-первых, я не готова сразу бабушка, потому что это ответственность вот прям вот такая вот. Нет, жалко. Но это человек не нашего круга. Круг, дело относительное и временное. Сегодня ты можешь быть наверху. Я не про это говорю, образовательный уровень. Ну, что я для этого, у меня дети университеты заканчивают по заграницам учиться ездить, что ли? Я согласна с тобой. Нет, конечно, хочется другого счастья. Да, но мне Елена понравилась. Понравилась сама по себе. Во всяком случае, то, что ее детей никто никогда не будет обижать, потому что она просто не даст такой возможности никому и никогда. И для детей это огромное счастье. Девчонки ухоженные, свободные, красивые и счастливые. Уже за это ей огромное спасибо. У вас два бонуса. Семейная традиция и свидание. Я не думаю, что стоит. Ваше право, дорогой. Мы тогда знакомьтесь с третьей невестой. Спасибо. Привет, Денис. У меня для тебя маленький подарок. Надеюсь, эта книга станет твоим другом. Спасибо. А у меня есть подарок для тебя. Эти прекрасные цветы. Карина, 21 год. Студентка пятого курса московского вуза. Будущий экономист. Любит проводить время с хорошей книгой или новым фильмом. Мечтает встретить любимого мужчину. Предупреждает, что бывает упрямой и жесткой. Возлюбленный Карина выбрал очень некорректный способ, чтобы прекратить отношения с ней. Надеется, что Денис ее не предаст. АПЛОДИСМЕНТЫ дочка, а Света за вас отвечает, ваша мама. Да, да. Я в очень многом с ней советуюсь. Ну, не знаю. Но я вот как-то... Мне нравится такая позиция. Она очень умная. Она... Иногда скажет такую вещь, что мне становится стыдно за какой-то свой поступок. Вы живете вместе? Да. А преданная какая, Карина? Преданная у меня... Хорошая преданная. У нас квартиры есть, дача есть. Вы живете в Москве? Машины есть. Да, все хорошо. Ну, если что, на вашей территории. Да, с удовольствием. У нас, кстати, скоро будет готова квартира. Мы с Кариночкой переезжаем. И Дениса мы с удовольствием забираемся. А, то есть он будет с тещей жить? А вы знаете, он не пожалеет о том, что он будет жить с тещей. Мне нравитесь вы. Я думаю, у вас все может сложиться. А мамой назовете меня? Мамой, да. Я к этому отношусь. Я считаю, что мама моего мужа, это его мамой. Я считаю это уважением. Я буду вас дочкой считать, а вы меня будете мамой называть. Я не вижу в этом ничего страшного. Будете? Назовете меня мамой? Назовете меня дочкой. Конечно. Мама. Камиля, а ты будешь мамой называть? Ну, я же говорила, да. Денис, вам нравится Карина? Да, Карина очень нравится. Очень красивая, интересная. Свадьбу как будем, напополам? Да. Или на что хватит? Ну, может быть... Как молодые решат. Да. Нет, они еще решат. Они решат. У них что, много денег, что ли, есть? Это мы решать будем. Может быть, они что-нибудь такое креативненькое придумают, не в традициях. Ну, креативному образу лес увезет. Только в традициях. Только в традициях. Когда-нибудь. Мне кажется, они подходят друг к другу так. На одной волне. Ну, вас мама научила ухаживать за мужчинами? Я думаю, да, научила. Потому что и мама, и бабушка, я всегда видела, как женщины относятся к мужчинам. Каринечка, под джинсы какого цвета носки надо одевать? Под джинсы, смотря какой оттенок, но я предпочитаю предложить черные. И максимально высокую обувь, чтобы не выглядывал носок. Молодец. Карина, у меня вопрос. А детей сколько хотите? Детей я хочу сколько получится. Вообще я очень хочу детей на самом деле. Вот. Но не меньше двух. Не хотела спрашивать, все-таки спрашиваю. Извини, Рос. А что твой сын Денис может предложить вот такой прекрасной девушке Карине? Когда они будут жить самостоятельно? В первую очередь поддержку, то есть поддержку. Какую поддержку? Сестра говорит, что вы шпилите в игре по 10 часов минимум. Ну. Ну пока нечем другим заняться. Можно. А почему вы это говорите? Это плохо. Пока мы детям своим не скажем, что это чудовищно. Что ни одна женщина не будет с тобой. Нет, пока ему нечем заняться. Когда у него будет Карина, она не даст. Кто вам сказал это? Это как мужчины, которые говорят, у меня нет квартиры, пока я не женился. Я не нашел работу, пока я не женился. Нет. Сначала происходит так. Совершенно другая очередность. Потому что это очень инфантильно, в 25 лет сидеть у компьютера и играть в игры. И женщинам это не будет нравиться. Мама ему так и дальше будет и бизнес преподносить, и дальше преподносить. Наверное, он должен сам все сделать. Он сам-то что-нибудь будет делать. Ну хотя бы толчок мама должна дать, а он дальше уже так. Она дала уже толчок. А я хочу протестировать на знание нашей национальной блюд. Пойдемте на сцену. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот вам пирожки. Один из этих пирожков наш. Какой? Может быть вот этот? Может быть. А может быть не быть. Первая попытка. Нет. Вон, лежит прямо ближе. Печеный. Может быть вот этот? Нет. Нет. Это вот это вот. Держи. Это мой тебе подарочек. Ешь. Потом научу готовить. Спасибо огромное. Если все с растет. У меня последний вопрос. У меня снялся тучку-чмак, как она заворачивает. В смысле? Вот цветочку, да. Вот так вот? Да. Вот так не могу. Просто не могу. Бабушка учила, а я вот не помню. Почему очки не носите? Не хочу. Я боюсь, что зрение совсем испортится, и я уже их не сниму. А линзы? Ну, я не хочу одевать в принципе. У меня зрение плохое, муж мой ненавидит, когда я щурюсь. Я привыкла не щуриться. Он и щурится. Щурится? А я линза одела. Давай поженимся в вашем мобильном. Наберите 0736. Роза и Тамара дадут вам совет в любое время. А пока реклама. У вас есть сюрприз? Да, у меня есть маленькое стихотворение, которое я посвятила именно сегодняшнему дню. Знаешь, я с судьбой говорила недавно. Открыла я свою маленькую мечту. Попросила направить меня, но плавно, на путь, где я счастье свое найду. Я здесь оказалась как будто вслепую. И этот час я старалась не предвкушать. Я так волнуюсь, а там написано, что не волнуюсь. Это ж мило. Читайте дальше. Ну ладно. Я здесь оказалась как будто вслепую. И час этот старалась не предвкушать. Поэтому сейчас я почти не волнуюсь. И как же я рада, что не мне решать. Молодец. Спасибо. Молодец. Спасибо, доченьки. Спасибо вам. Счастье. Проходите. Ну что, давай, шурши. Как ты любишь подарки, Роза? Люблю. Даже больше, чем я. А что? Коран? Не, большая книга мудрости. Здравствуйте. Сильная. Недобрый у тебя был взгляд на Карину? Мне очень Карина понравилась. Правда? Потому что я просто вижу маму, ну, так сказать, можно сказать, в молодости, наверное, так она выглядела. Амбициозная, веселая, активная, все время хочется чем-то заниматься. Вот из нее прям, я называю это прет. Прям вот такой внутренний фонтан несекаемый. Вот я очень люблю это в людях, когда люди к чему-то стремятся, что-то хотят делать. А рядом с братом видишь ее? Вижу. У нас всегда все полюбовно. Понравилась Карине? Да, Карине понравилось. Видно, что очень живая, маму не испугалась. Карина хорошая девушка, и я ее вижу в вашей семье. Я вижу ее рядом с Розой, я вижу, что глаз у Розы подобрела, и она готова уже просить, что не татарка, и так далее, и так далее, и так далее. Действительно, похоже на Розу. Но в вас ресницы не дрогнуло, глядя на такую девушку. Вы знаете, я думаю, что он чувствует ее внутренне. Потому что у них одинаковая Луна, Луна в рыбах. Это люди, которые чувствуют внутреннее состояние человека. Плюс ко всему, она может воплотить все его желания. Но вот это понимание совместное, войдя в этот дом, вы должны будете также любить ее маму. Понимаете? Может быть, даже иногда больше, чем свою. Почему? Потому что здесь такие показатели. То есть у нее такая же сильная привязанность к маме, как у него к вам. И вот это вот надо будет разделить вместе. Большой семьей. У вас остался бонус, помните. Семейные традиции. Семейные традиции. Карина. Икона передается по женской линии. Называется она «12 великих праздников». В татарском доме икона, конечно, это прямо... Ну, это моя вера, это моя религия, и это действительно наша семейная религия. Откажетесь ради Дениса? От прабабушки к бабушке перешла. Я вам задаю вопрос, я поняла, откажетесь от своих традиций ради мужчины? Ну, смотря какие будут отношения. Просто так обещать и говорить «нет, не буду». Какой будет ваш муж, понимаете? Какие отношения? Отношения от вас будут зависеть. Ну, вот... Карина, то, что вы задумываетесь, это уже плохо. Вы же христианка. Я просто хочу правильно ответить. Не надо правильно, отвечайте сердцем. Нет, мама согласна отдать своего сына христианке? Вы согласны на это? У нас? Я еще не согласна. Послушайте, Денис, в Денисе течет и христианская кровь тоже. У меня был молодой человек другой верой, и я никогда не приму веру другого человека. Никогда. Спасибо, дорогая, проходите. Ну, она заговорит тебе, Роза. Заговорит, заболтает. Ты будешь ей слово, она тебе сто. И вы то же самое. Нет, отказываться от своей веры я не буду. Нет, что значит отказаться от твоей религии? Это глупо, это вообще даже не обсуждается. Ксения, сегодня свершилось. Брат пришел на программу, давай пожениться. Я очень рада, очень, безумно рада. Девчонки понравились? Не все, не все. Кто понравился больше всех? Камиля, как татарская душа по душе. Карина, как похожая на маму по душе. Я прям разрываюсь между ними. Ну, Камиля. Здесь даже и разговорки надо будет. Вот прямо даже видно. Смотрите, сколько у нас будет вопросов с Кариной. Она мне тоже нравится. Поднимайте, это она душу мне всю вым. Какое счастье. Не боитесь, что наступит момент, когда вдруг вам захочется уйти из этой семьи, потому что это люди очень традиционные. Они будут все больше и больше вводить вас в свою семью и в традицию. И вам ведь придется уйти во многом от того, как вы себя чувствуете сейчас свободно, так как вы живете. Тебе понравился Денис? Ты выйдешь за ним, если он к тебе зайдет? Я думаю, да, я выйду за ним, и он обаятельный молодой человек. Рассказываю, Денис будет ходить к своей Камиле, к взрослой женщине. В угоду маме он родит от Камили деток. И вернется снова к той даме. Которую любит, конечно. И будет еще, пока он не живет в свои отношения, он будет с ней. Поэтому, Роза, единственная возможность дать ему уже нажиться, сколько он хочет, а потом Камиле. Если Камиле жалко, если не жалко, если у вас так принято, мужчина гуляет, а девушка... А девушка сразу гуляет, гуляет. Он будет исключением из правил. Не знаю. Но со своими. Не знаю, я не думаю, что он готов полностью отказаться от своих желаний. Вот мне кажется, сегодня такая показательная программа, что благие намерения Розы устроить жизнь своей дочери, своего сына, не приводят к твоему результату, который бы хотела ты. Дай проживать им свою собственную жизнь. Да потому что все выголены. Дайте сыну. Выбрать. Дайте сыну. Дайте же уже сыну сказать. Проходите, мы вас в любом случае поддержим. Выражайте симпатию нашим будущим героям, отправляйте свои отклики с их номерами на сайт Первого канала. Здравствуйте, меня зовут Анастасия, мне 32 года. Я занимаюсь организацией мероприятий, люблю петь, танцевать, читать и путешествовать. Я хотела бы встретить мужчину целеустремленного, доброго, ответственного, с чувством юмора для создания семьи. Мы не знаем, выйдет Денис один или с избранницей. Я приглашаю всех. Выходите, давайте его поддержим. АПЛОДИСМЕНТЫ У нас есть пара Денис и Фомеля, и поздравляй, Сыгдяна. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Моя бабушка делает куриный бульон И лапшу, лапшушка прям длинная Для нас это плюс Он не знает, что он готовит Что она ему предлагает Еще огромным будет плюсом, если ему не понравится В общем, я поняла, помидоры, перец, что еще, Фомиля? Помидоры, перец, лапша в конце добавляется А уже при подаче режется зелень И добавляется сверху, украшается Либо яйцо еще иногда добавляется В общем, овощный суп Овощный суп, да Вы молодец, прекрасный сюрприз Как раз он настоится после программы И Денис на нервах все это истинит Или домой заберет, спасибо, проходите Девочки, забирайте свою подругу Ксения А ты сама-то умеешь готовить? Конечно Мама научила или сама из интернета? Больше мама научила А так я студирую интернет-книги Больше особенно татарское национальное блюдо Я просто люблю больше Свекровь научила Хорошо, понравилась тебе невестка? Очень, мне нравится, что она любит готовить, потому что мой брат любит покушать плотно Денис, а для вас обязательно, чтобы жена хорошо готовила? И так ли для этого вообще важно? Ну, это, конечно, важно, потому что всегда приятно, когда тебе человек приготовил поесть Это всегда и вкусно, и чувствуешь, что тебя любят Ну, как он тебе? Я не знаю, девочки, я что-то так волновалась и ничего не видела Смотрите, какая она стройненькая, живая, какая у нее быстрая речь Да Очень связная, при том, что она говорит быстро, не тарахтит Знает, что ей нужно Да, тут очень хорошо Единственное, что меня немного смутило, то, что ей Она настолько, видимо, зависима от родителей То, что все-таки они являются определяющим фактором 21 год, она и должна зависеть от родителей Ну, все-таки Значит, ей дома хорошо Ну, все-таки, да, это определенно Но мне все-таки важно, что как бы ей хочется Я не хочу ублажать ее родителей, я хочу как бы ублажить девушку А она хочет вас, а не вашу маму Потому что идти к маме в лапы, это же заменить и расстрелом называется Это же страшно как Моя мама не такая страшная Нет, она не страшная, она прелестная Это в том случае, если будет по ее, если ей понравится Правда, вы будете поражены, потому что она скажет Делайте, что хотите Серьезно Ну, я думаю, вы договорились Роза, тебе-то понравилось, Канеля? Да, невеста нравится Татарочка Мне кажется, вот Татарочка, я уже много чего готова просить В общем-то, вот национальное, родное А потом, Лариса, ты зря, я на самом деле-то с Викрую буду очень хорошая Присмотритесь к Денису Да Ну, все-таки, если он зайдет к тебе Я не знаю Тебе надо подумать? Я что думаю, да У вас есть три бонуса Скелет в шкафу, свидание наедине и семейная традиция Что вы выбираете? Скелет в шкафу, наверное? Да, давайте скелет в шкафу посмотрим Зачем он вам нужен, правда, но хозяин, барин Я терпеть не могу этих скелетов Ой, какая прелесть Ой, какие барашки А это кто-то, не знаю, какой-то свиненыш и лошадка Сейчас я хочу, Канеля, подойдите ко мне, расскажите Что это за животное? Вот Роза меня тестировала, а это мой папа будет тестировать Дениса Денис, ты должен уметь оседлать, как и лошадь Также ты должен на охоте, так как мой папа охотник, завалить кабана А вы его потом продадите? Конечно, мы же не едим Это не халяль И что еще там? Баран Что баран? Зарезы баран Курбан Баран зарезает, он должен уметь Да О-о-о-о Да Не задумалась У нас все слажда Спасибо, дорогая, проходите Встречайте невесту Привет Здравствуйте Это я испекла для тебя О-о-о Очень старалась Надеюсь, тебе понравится Я так понимаю, цветы для меня Да Очень приятно Ну что, может пройдем? Да, пройдем Елена, 34 года Менеджер По образованию юрист Любит петь и танцевать Пишет стихи, любит готовить Мечтает купить автомобиль Предупреждает, что не позволит будущей свекрови вмешиваться в ее личную жизнь Елена родила двоих детей, вопреки желанию своего мужа Когда он узнал о ее третьей беременности, ушел к другой женщине Вам 34 года Да, мне 34 года Роза Да И вы сказали, что будете подальше от свекрови Что вы не очень будете прислушиваться к мнению свекрови Ну, как вам сказать Я слушаю свекровь, но делаю все равно по-своему Молодец А еще у вас трое детей Да, у меня три дочки замечательные От одного мужа? Да, от одного мужа Представляешь, у тебя сразу трое внуков? Нет А вы, Денис? Ну, сложно такое представить Ну, хорошая девочка такая, интересная, активная Ну, не знаю, Розе, мне кажется, она не понравится Трое детей просто так не родятся от одного мужчины Была любовь, значит? Любовь была, но с моей стороны было больше, как сказать, не то что терпение Я хотела брак сохранить, и он держался за счет меня Вы же скрывали беременности от мужа, почему? Нет, я не все скрывала Последняя беременность, да, я скрывала от него, потому что у нас были сложные отношения Потому что он уже жил с другой девушкой Прямо рядом с вами, в одной квартире? Ну, не совсем, конечно Ну, приводил домой Он пришел с ней, как бы, и заявил о том, что... Ну, я поняла, что это все, это его девушка, женщина А сколько срок, какой был срок беременности? Ну, на тот момент, ну, месяц там, где-то так Вы ему сказали об этом? Я сначала сказала, но он был против И я потом сказала, что, как бы, я ошиблась, потому что он был против То есть, чтобы он не нервничал Ну, Роза не позволит ему брать ответственность за троих детей Сколько времени назад развелись? Три года назад И где вы сейчас в каком городе? В Москве С тремя детьми? Да, в его квартире, но я на законных основаниях, так как дети прописаны в этой квартире А он москвич? Да, он москвич, я не москвичка, я белорусская А он где сейчас живет? Он живет у жены на дайте В мотищах, извините Скажите, а тяжело, наверное, да, одно из тремя? Ну, тяжело, но мои дети, я смотрю на них, я ради них готова на все Кто помогает? Кто? На что живете? Живу, я подрабатываю, я, как бы, не полный рабочий день, но я работаю, я нахожу Чем занимаетесь? Много чем Ну, конкретно, что вам приносит деньги? Заработки в интернете, пишу стихи, тексты какие-то, я не знаю, ну, можно, если человеку есть желание, он всегда найдет заработок А еще можно заработать за счет имени известной вообще женщины, отжать также у нас квартирку, как вы у своего бывшего отжали Я ничего не отнимала, это дало государство ему квартиру Ему квартиру? Только чужой не живет в этой квартире Потому что он не хочет со мной жить Да, потому что когда третьего ребенка вы скрыли, как только он узнал, он, извините, сразу и ушел Ну, а ответственность как же мужская? Какая? А вы его спрашивали? Что значит, спрашивала? А что, мужчина не отвечает за свои действия, когда он делает детей? Так получается? Он говорит, дорогая, я хочу от тебя детей, я хочу от тебя сына, я хочу от тебя дочь Я понимаю, но бывают такие жизни, ситуации, что не все предопределено А вот мы вас еще хотим, что хотите от моего ребенка вообще? От ребенка? Чтобы он сам принимал решения, ваш ребенок Какие решения он принимал? Кто ему нужен? Вот смотрите, если у вас сложится все с Денисом, чтобы мама сейчас не говорила, как бы не милая Он может вам сунуть телефон, где-то там, найти вас в сетях Как будете выстраивать с Розой взаимоотношения? Тактично, вежливо, уважительно А вот она у вас в дверь будет, просто будет гнать и говорить Нет, у меня уже такая одна была пассажирка с сыном с 20-летним И ты мне такая прекрасная, не нужна А Денис будет вас любить Не важно, меня он выберет или другого, понимаете? Скажите мне, пожалуйста, какую ответственность должен будет взять на себя ваш будущий муж? Вдруг на вас Денис завтра женится и начнется Вас выселяют, не знают, куда вас деть, из детского сада, ну и так далее Нет, я эти проблемы сама решу Денис не женится Я не взваливаю на мужчин свои проблемы, я решаю их сама Хорошо, понятно Я никого ничего не прошу А я вот в интернете прочитала, что вы организовали целую страничку помощь молодой матери и просите у всех денег Да вы что, не любите? Да, ну Руслан, ты уже ее заранее не любишь, эту Елену мне даже жалко Мне не надо любить, просто либо человека принимаешь такой какой-нибудь, либо не пришли Не надо никогда никому навязываться Нет, послушай, вы в нашу семью пытаетесь как бы войти Я пока просто пришла Мне придется с вами, если не дай бог, господи, чтобы перевернулось там все Хорошо Сидеть с вами, ну как минимум, да не придется, мой хороший, в Новый год Да Потому что у нас семейный праздник Тогда можно встроить встречный вопрос Роза, а ты допускаешь, что наши дети могут не всем нравиться Мой сын, моя дочь, твоя дочь, твой сын А ты понимаешь, что кто-то думает Боже, да ну я и тебя умоляю Только не его, только не, только не, это же, боже, что это за ангеляшка Вам понесли подарки Боже мой Три ангелочка Какая маленькая пля Привет Вот нам подарили, вот сюда А мне Машенька, ты забыла подарить рисунок еще Маленькая, маленькая Они нарисовали для вас рисунки Боже мой, очень радует, ты рашка возьми Войдите сюда, садитесь С чем? С мясом Будешь? Я не хочу Иди сюда, иди ко мне Хочешь? Здравствуйте, девочка смелая сразу, да? А ваше мнение, Денис? Вам нравится? Честно, сынок, честно говоря Ну, безусловно, очень красивые дети То есть Но Тут такой момент Я не то, чтобы сейчас маму поддерживаю Меня очень смутило, что Дети не должны рождаться вот в такой секретности То есть это не должно умалчиваться Я в этом плане Ну не скажу, что это какая-то консервативность Но я считаю, что дети должны появляться Когда для этого есть все факторы То есть есть квартира, где эти дети будут жить Есть работа Нет, просто мужчина должен попросить детей Женщины Да, и в первую очередь Хотеть детей должны оба Но в итоге Как бы он даже и не дал точного ответа Мнения Я думаю, что вам не стоит бояться этой невестки Потому что Это здоровая женщина У нее здоровая луна Полноценные эмоции Она может родить еще много детей Но фокус в том, что У этих людей может быть взаимопонимание То есть вот на уровне интуиции буквально Но она вполне найдет себя в общественной и социальной жизни И может даже стать впоследствии очень популярной В деле, на которое она выйдет через некоторое время Вот состоится и в обществе, и в семье, и в личной жизни Вот та самая направляющая сила А я знаю, что вам нужно делать Вам нужно всем пройти на сцену Еще я хочу сказать одно Хорошо Опять это Водолей Ну давайте я Водолей протестировала Она такая же, как вы Идемте Идемте У нас, значит, есть правды Это делают наши мужчины Они носят либо яичко, чтобы не разбилось Но вот я вам сейчас предлагаю выпить Выпить? Да Давайте Пейте Ну так Молодец Необычно Уважила, молодец Спасибо И вам спасибо Пока вы там, девочки, все вместе Покажите, пожалуйста, и сюрприз Хорошо Хорошо Покажите, floor Необычно Сieważуя Имени Так Мы Трях Надь И Мне это никогда не нравится. Мне тоже не нравится. Мне тоже на самом деле не нравится такой сюрприз. На снег лопожит музыка играет, А я вот я стою на берегу. На широкое сердце замирает, И ничего потерялось не могу. Спасибо, девчонки. Спасибо большое. Проходите в комнату, проходите. Эта женщина уже никогда не будет одна. Вот это счастье. Я когда смотрю на женщину, У которой столько детей, Очень жалею, что не нарожала десятерых. Давай, заходи. Заходи, заходи. Денис. Очень красивая и энергичная женщина. Ксения. Мне Елена не понравилась. Почему? Потому что я знаю своего брата, И я знаю, что отцовская любовь, Она безгранична. И я понимаю, что когда у него появятся дети с Еленой, Он будет своих детей любить больше. И будет обделять ее детей. И ей придется разрываться между ее новыми детьми. Вы говорите об этом. Откуда вы знаете, как будет? Вы так хорошо брата своего не знаете. Я учусь пять лет в Российской Академии, Народовое хозяйство, государство, служба. И там про такое рассказывают. Ну, я понимаю, что для них это шок вообще. Я и дети. Действительно, не каждый мужчина может принять детей, Потому что это ответственность. Роза, что тебя спрашивают? Нет, ну мне, Леночка, жалко, конечно. Там трое детей, и посочувствовать можно. Во-первых, я не готова сразу бабушке, Потому что это ответственность. Вот прямо такая вот. Нет, жалко. Но это человек не нашего круга. Круг, дело относительное и временное. Сегодня ты можешь быть наверху. Я не про это говорю. Завтра можно... Образовательный уровень. Ну что, я для этого... У меня дети университеты заканчивают по заграницам. Учиться ездить, что ли? Я согласна с тобой. Нет, конечно. Хочется другого счастья. Да, но мне Елена понравилась. Понравилась сама по себе. Во всяком случае, то, что ее детей никто никогда не будет обижать, Потому что она просто не даст такой возможности. Никому и никогда. И для детей это огромное счастье. Девчонки ухоженные, свободные, красивые и счастливые. Уже за это ей огромное спасибо. У вас два бонуса. Семейная традиция и свидание. Я не думаю, что стоит. Ваше право, дорогой. Мы тогда знакомьтесь с третьей невестой. Спасибо. Привет, Денис. У меня для тебя маленький подарок. Надеюсь, эта книга станет твоим другом. Спасибо. А у меня есть подарок для тебя. Спасибо. Эти прекрасные цветы. АПЛОДИСМЕНТЫ Карина. 21 год. Студентка пятого курса московского вуза. Будущий экономист. Любит проводить время с хорошей книгой или новым фильмом. Мечтает встретить любимого мужчину. Предупреждает, что бывает упрямой и жесткой. Возлюбленный Карина выбрал очень некорректный способ, чтобы прекратить отношения с ней. Надеется, что Денис ее не предаст. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы татарка? Нет, я русская, наполовину армянка. А наполовину армянка? Нет, а православная? Да. А как вы относитесь к тому, что сегодня пришла Кариночка бороться за сердце парня, да еще сына Розы Сибитовой? Положительно. Мне нравится и мама, и сын. Как она говорит, и мама, и сын нравится. Светлана, вы сказали, что с определенного момента вы поменялись с дочкой ролями. То есть вы как бы дочка, а Света за вас отвечает вашу маму. Да, да. Я в очень многом с ней советуюсь. Ну, не знаю, но я вот как-то, мне нравится такая позиция, она очень умная. Она иногда скажет такую вещь, что мне становится стыдно за какой-то свой поступок. А вы живете вместе? Да. А приданная какая? Приданная у меня, хорошая приданная. У нас квартиры есть, дача есть, машины есть. Да, все хорошо. Хорошо. Ну, если что, на вашей территории. Да, с удовольствием. У нас, кстати, скоро будет готова квартира, мы с Кариночкой переезжаем. И Дениса мы с удовольствием забираемся. А, то есть он будет с тещей жить? А вы знаете, он не пожалеет о том, что он будет жить с тещей. Мне нравитесь вы. Я думаю, у вас все может сложиться. А мамой назовете меня? Мамой, да, я к этому отношусь. Я считаю, что мама моего мужа, это его мама. Я считаю, это уважением. Я буду вас дочкой считать, а вы меня будете мамой называть. Я не вижу в этом ничего страшного. Будете? Назовете меня мамой? Назовете меня дочкой. Конечно. Мама. Камиля, а ты будешь мамой называть? Я же говорила, да. Денис, вам нравится Карино? Да, Карино очень нравится. Очень красивая, интересная. Свадьбу как будем? Напополам? Да. Или на что хватит? Ну, может быть... Как молодые решат? Да. Нет, они еще решат. Они решат. Ну, ничего, много денег, что ли, есть? Это мы решать будем. Может быть, они что-нибудь такое креативненькое придумают, не в традиции. Ну, к креативному образу в лесу везет. Только в традиции. А всегда, она только в традиции. Когда-нибудь. Мне кажется, они подходят друг к другу так, на одной волне. Ну, вас мама научила ухаживать за мужчинами? Я думаю, да, научила, потому что и мама, и бабушка, я всегда видела, как женщины относятся к мужчинам. То есть, я... Кареночка, под джинсы какого цвета носки надо одевать? Под джинсы, смотря какой оттенок, но я предпочту предложить черные. И максимально высокую обувь, чтобы не выглядывал носок. Молодец. Карина, у меня вопрос. А детей сколько хотите? Детей я хочу сколько получится. Вообще, я очень хочу детей, на самом деле. Очень. Вот, но не меньше двух. Не хотела спрашивать, все-таки спрашиваю, извини, Рос, а что твой сын Денис может предложить вот такой прекрасной девушке Карине, когда они будут жить самостоятельно? В первую очередь, поддержку, то есть поддержку. Какую поддержку? Сестра говорит, что вы шпилите в игре по 10 часов минимум. Ну, пока нечем другим заняться. А почему вы это говорите? Это плохо. Пока мы детям своим не скажем, что это чудовищно, что ни одна женщина не будет с тобой. Нет, пока ему нечем заняться. Когда у него будет Карина, она не даст. Кто вам сказал это? Вы знаете, я... Это как мужчины, которые говорят, у меня нет квартиры, пока я не женился. Я не нашел работу, пока я не женился. Нет, сначала происходит так, совершенно другая очередность, потому что это очень инфантильно, в 25 лет сидеть у компьютера и играть в игры. И женщинам это не будет нравиться. Мама ему так и дальше будет и бизнес преподносить, и дальше преподносить. Наверное, он должен сам все сделать. Он сам то что-нибудь будет делать. Ну, хотя бы толчок мама должна дать, а он дальше уже толчок. Она дала уже толчок. А я хочу протестировать на знание нашей национальной блюд. Пойдемте на сцену. Вот вам пирожки. Один из этих пирожков наш. Какой? Может быть, вот этот? Может быть. А может быть, не быть. Первая попытка. Нет. Вон, лежит прямо ближе. Печеный. Может быть, вот этот? Нет. Нет. Это вот, это вот. Держи. Это мой тебе подарочек. Ешь. Потом научу готовить. Спасибо огромное. Если все срастет. У меня последний вопрос. У меня есть ли вы, почему, как она заворачивает? В смысле? Вот с точком, да. Вот так вот? Да. Вот так не могу. Просто могу. Бабушка учила, а я вот не помню. Почему очки не носите? Не хочу. Я боюсь, что зрение совсем испортится, и я уже их не сниму. А линзы? Ну, я не хочу одевать в принципе. У меня зрение плохое. Муж мой ненавидит, когда я щурюсь. Я привыкла не щуриться. Она щурится. Щурится? Ага. А я линзы одела. Давай поженимся в вашем мобильном. Наберите 0736. Роза и Тамара дадут вам совет в любое время. А пока реклама. У вас есть сюрприз? Да, у меня есть маленькое стихотворение, которое я посвятила именно сегодняшнему дню. Знаешь, я с судьбой говорила недавно. Открыла я свою маленькую мечту. Попросила направить меня, но плавно, на путь, где я счастье свое найду. Я здесь оказалась как будто вслепую. И этот час я старалась не вкушать. Я так волнуюсь, а там написано, что не волнуюсь. Это ж мило. Читайте дальше. Ну ладно. Я здесь оказалась как будто вслепую. И час этот старалась не предвкушать. Поэтому сейчас я почти не волнуюсь. И как же я рада, что не мне решать. Молодец. Спасибо. Молодец. Спасибо, доченьки. Спасибо вам. Вам счастье. Проходите. Ну что, давай, шурши. Как ты любишь подарки, Роза? Люблю. Даже больше, чем я. А чего? Коран? Не, большая книга мудрости. Здравствуйте. Сильная. Недобрая у тебя был взгляд на Карину? Мне очень Карина понравилась. Правда? Потому что я просто вижу маму, ну так сказать, можно сказать, в молодости, наверное, так она выглядела. Амбициозная, веселая, активная, все время хочется чем-то заниматься. Вот из нее прям, я называю это прет. Прям вот такой внутренний фонтан несекаемый. Вот я очень люблю это в людях, когда люди к чему-то стремятся, что-то хотят делать. А рядом с братом видишь ее? Вижу. У нас всегда все полюбовно. Понравилась Карине? Да, Карина понравилась. Видно, что очень живая, маму не испугалась. Карина хорошая девушка, и я ее вижу в вашей семье. Я вижу ее рядом с Розой, я вижу, что глаз у Розы подобрела, и она готова уже просить, что не татарка и так далее, и так далее, и так далее. Действительно, похожа на Розу. Но у вас ресницы не дрогнуло, глядя на такую девушку. Вы знаете, я думаю, что он чувствует ее внутренне, потому что у них одинаковая Луна, Луна в рыбах. Это люди, которые чувствуют внутреннее состояние человека. Плюс ко всему, она может воплотить все его желания. Но вот это понимание совместное, войдя в этот дом, вы должны будете так же любить и ее маму, понимаете? Может быть, даже иногда больше, чем свою. Почему? Потому что... Я Лариса Гузеева, это «Давай пожелимся». Добрый вечер. Сегодня у нас три невестки. Камиля, Елена и Карина. А сегодня у нас Денис. Привет. Спасибо. Денис, 25 лет. Жил в гражданском браке с женщиной намного старше себя до тех пор, пока в отношения не вмешалась его мать. Денис – сын свахи Розы Сибитовой. Помогает ей в семейном бизнесе, заканчивает университет. Мечтает преодолеть лень и начать путешествовать. Гордится тем, что не курит и не пьет. Предупреждает, что никогда не идет на компромиссы. Денис не обратит внимания на прошлое и будущее избранницы. Ее национальность, социальный статус и возраст. Женится на активной, легкой на подъем авантюристке с крепким здоровьем и стальными нервами. Или на той, которую полюбит. Здравствуйте, Денис. Привет, Ксюша. Здравствуйте, Лариса. Что обычно? Слушайте, обычно, если приходят женихи и невесты, за которых должны бороться, спасибо, мой дорогой. Спасибо. Они не то, что цветы. Вообще ничего не приносят. А тут прямо и стол целый накрыли. Это по-нашему. Да. Как говорит, длеченки угощают. По-вашему это по какому? По-татарски. Правда? А мне тут сорока на хвосте принесла, что сыночка твой, Михаилыч. Да. А у тебя папка русский? Нет, папа у нас наполовину татарин. А наполовину? А наполовину русский. Мама русская, папа татарин. А у нас в татар все по папе делается. Скажите, пожалуйста, честно, а вы сюда сами пришли или мамка на Аркане притащила? Говори, говори, честно говори. Ну, тут да, как бы мама постаралась. Потому что Ксюшке жизни не дает никакой все, она ее замуж. Я так подозреваю, что у Ксюш уже давным-давно тайная жизнь. Нет, никакой тайной жизни нет. Просто мама об этом не знает. А я ей все рассказываю, она все знает. У нас в семье есть такая традиция, мы в личную жизнь друг к другу не лезем, но если есть какие-то вопросы, проблемы, мы всегда обсуждаем. Да, конечно. Мы сейчас расскажем, как не лезет мама в вашу личную жизнь. Денис, я знаю, что вы, и это не мой секрет, Роза уже говорила миллион раз об этом на программе, что вы живете с женщиной, ну, как Роза предполагает, много старше себя. Практически ровесница Розы, а дети ее ровесники ваши. Так ли это? Ну, не совсем, не прям ровесница, да. Насчет детей, они, да, один есть, но с ними не живут, то есть, как бы, я ни о ком не забудусь. А почему вы ее не познакомите с мамой? Ну, я бы не сказал, что просто это, как бы, отношение с подложением. То есть, больше как бы... Ну, а вы считаете, что женщину это устраивает? Пять лет все-таки у вас с ней длится все это дело? Да, но тут как бы не было такого, что мы как бы что-то друг от друга скрывали. Просто она воспитанная человек, любит вас, иначе бы женщина не стала свои лучшие последние годы на вас тратить, если бы не любила. Да, конечно. Значит, она любит, но просто ждет чего-то. А нет, поверьте, нет ни одной женщины на земле, которая бы просто так тратила время свое. Просто боится Розу. Роза уже везде рассказала, что ей не поздоровится, если она рядом с вами. Скажи, Ксюша, а ты знакома с этой женщиной? Нет, не знакома. Мы никто в семье не с ней не знакомы. Боитесь маму? Да не особо просто. Ну, я как бы смысла не вижу особо. Он должен решать, а не мама. Он взрослый мужчина. Хорошо. А вот если бы звезды так сложились, если бы мама сегодня вдруг сказала, Денис, правда, ты знаешь, пересмотрела, тебе все-таки 25 лет. Ты взрослый парень, поступай как хочешь. Я хочу для тебя счастье, но в моем понимании счастье для меня это одно, а для тебя другое. Вот что бы вы выбрали? Она бы сказала, давай, знакомимся, живи, все, благословляю. Ну, наверное, потому что все-таки это моя жизнь. Да. Надо выбирать любовь, а не маму. Что делать будем, ребят? Вот смотрите, я с огромным уважением отношусь к Розе. С огромным уважением. То, что ей пришлось пережить в этой жизни, не дай бог никому. Она выстояла, она человек железный, она себя сделала, она вытащила вас. И все, и хватит. Спасибо, молодец, что не сломалась. А дальше, я вот старалась несколько раз донести ей, а дальше ваша жизнь. Твоя мама живет рядом с тобой, правильно? Это семья. Да. И у меня это тоже семья. И когда мои дети выбирают своих суженок, они должны помнить, мне кажется, это все так думают, что это еще и родители тоже в этом как-то присутствуют. Но как минимум послушать бы родителей. Конечно, Роза, я тебя обязательно выслушаю. Знаешь, я ведь тоже, Мася, совершенно сумасшедшая. Да посмотри, это счастливые дети. Это ты назначила. Любящие дети. Я назначила. Они взрослые ребята, и они будут еще более счастливы, когда они заживут совершенно отдельно своим умом. Но вот как-то чувствую детей. А я по-другому чувствую, я своих детей знаю. Хорошо. Все-таки она опекает сына и следит. Очень. Ну да, да, да. Не знаю даже. Мне кажется, что это нормально. Вот в идеале, кого сегодня хотите найти вообще в жизни? Ну, больше человека, который меня поддержит. В чем поддержит? Вы сказали, что хотите больше всего победить свою лень. Да, это, скажем, главный мой порог. Я стараюсь давать себе испытания, которые, чтобы преодолевая их, стараюсь... А это не из-за ленности женщины старшей, с которой уже не нужно ничего. Будет с ней комфортно, потому что она вас никуда не тащит, потому что она взрослая, потому что она уже многое видела. Ну, да, может быть, тут есть как бы вот та доля моей лени, что это тоже повлияло, безусловно. Ты возьмешься лень выбивать? Выбивать не знаю, как сам выбить. А как вот видите свою жизнь лет через пять? Лет через пять, ну, вот я очень хотел бы попутешествовать, но как бы вот из-за того, что я такой домосед, я себя некомфортно чувствую в незнакомых местах, таких отдаленных, вот хотел бы такой, скажем, круиз попутешествовать по многим европейским странам. Скажите, а вы всегда были вот такой, ленивый, инертный? Или был какой-то переломный момент, вот что-то такое в жизни произошло, что вы решили, нет, вот мне лучше дома? Нет, наверное, всегда, да. Дениска не инертный и не ленивый, вот в том представлении, как сейчас у зрителей это будет происходить. Да, он любит дом, да, любит он эти компьютеры, книжки читает, вот такие читает. Нет, ленивый это же не тот, который не бегает, не прыгает, не занимается спортом и не сидит в интернете. Ленивый человек это тот, кто не хочет делать то, что нужно, а он хочет делать только то, что ему приятно. Нет, он все делает, все, что нужно, учится, работает в семейном бизнесе, то есть, ну, все, что требуется от пацана в 25 лет, он все это делает. На самом деле, я думаю, что он типичный рак, понимаете, во многом, потому что люди этого знака часто сначала в юном возрасте встречаются с женщинами, которые гораздо старше. Вот, потому что с этими людьми они чувствуют себя, как с матерью, потому что вот этого не хватает, тепла. Очень чувствительная, тонкая, эмоциональная душа, и поэтому много внутри скелетов, что называется, в шкафу, понимаете, много внутренних переживаний. Жажда любви огромная, фантазия очень богатая, но он не ленивый. Нас делает не только гороскоп, но наша жизнь, наши испытания, наш жизненный опыт. Тамарочка, он все это по любви у меня женится-то? Конечно, женится по любви. Я думаю, что этот год даст ему очень яркий выход, когда он будет заметен. Но плюс ко всему, что самое главное, через два года, на мой взгляд, реализуется личная жизнь. Значит, все репетиция. А почему, может быть, он уйдет с той женщиной и женится на ней через два года? Да, он будет возвращаться к этому человеку, вы абсолютно правы. Но самое главное, люди его типа, они сначала выбирают женщин постарше, но как только они исчерпают вот это состояние, когда сами становятся мудрее, тогда они выбирают все моложе и моложе. Что вы говорите? Да. А, ну, она-то мне нравится будет. Тебе уже не будет, уже будет говорить. Я смотрю, у вас есть дар с небес, мне пришла до такого счастья. Потому что это будет очень не скоро. Здесь есть самый главный аспект. Вот скажите, Денис, мама какого знака зодиака? Мама? Да. Когда она родилась? Мама Водолей, вспомнила. А, Водолей, да? Все. Вот, вот, понимаете, в чем дело? Он будет искать, как мама, потому что вот это глубинное внутреннее чувство, и даже знак зодиака наверняка будет, как мама, искать. Понимаете? Я не думаю, что так. Такого типа. И низко. Это сейчас вы идете от противного, понимаете? Потому что вы будете всегда возвращаться к тем, кто яркий, тем, кто другой, не такой, как она. Но вот от этого, к тому, как мама, это будет обязательно. Камиля, ты вообще как в гороскопу веришь, вот то, что сейчас вот его охарактеризовали, и какую невесту ищет? Ты как? Не знаю, мама верит, я что-то особо... Мы всегда выслушаем, как Роза пытает по поводу того, что у вас есть, кудышний вы жених или не кудышний. Три ключа есть. Какие? От квартиры, от машины, от офиса. И готовы делиться? Готов, да. Прописать как? Я вот все родные вопросы задаю. Готовы прописать приезжую? Если, как бы, я буду любить, и меня будут любить, то да, почему нет? Она должна быть целомудренной? Смотря в каком плане. В физиологическом, в медицинском. В медицинском. Для меня это особое значение не имеет. Денис, честно, вам сейчас некомфортно, потому что вы не можете отвечать на вопросы искренне. Вы любите проводить время с мамой? И сколько вы времени своего свободного проводите с мамой? И по своей ли воле? Всегда по своей воле, естественно. Для меня проводить с мамой время всегда и весело, и комфортно. Но в последнее время тут, как бы, учеба и работа, и нечасто могу это делать. А мы, как хорошие, говорится, герои, сняли видео. Давайте посмотрим. У нас в семье есть традиция проводить родительский день. И свой родительский день я всегда проводлю с вами. С одной из родственников, наверное, моя мама и моя сестра, которую мы сейчас снимаем. С нашей родительский день мы очень часто посещаем разные рестораны, где можно просто поесть. Биллиазины, где можно купить, как бы, неприятный подарок, по моей маме, и вам будет купить его вверх. И очень часто будет родительский дом. Денис, добрый день. Денис, добрый день. Слушайте, мама прекрасная. Я обожаю сыновей, которые любят своих мам. Ну, как я советовала Ксении, пуповину, это уже по собственному, просто, ну, собственным усилиям воли обрезать и вам тоже. Мама должна проживать свою собственную жизнь, а вы свою. Ходите в магазин один и навещаете маму, никто не говорит. Иногда можете даже с ней выпить чашку кофе, но редко, иногда. Вы даже сейчас сидите с нами, разговариваете, но на маму все время коситесь. Почему? Почему? А ты не допускай, что он меня просто любит. Любит, молодец. Любит сына. Молодец. Но вам четвертак. Все, отцепитесь от мамы. Хорошо? Я вам желаю сегодня встретить женщину и уйти с Сой, которая вам понравится, а не которая понравится маме. Ну, так что ты думаешь о том, что он так прям привязан к мамочке своей? Это мама его не отпускает, он к ней не привязан, он боится ее обидеть. Ксения, кого ты видишь рядом с братом? Самое интересное, что я не представляю женщину, которая сможет, так сказать, вытверпить моего брата. Потому что он рак, он очень нудный, он педантичный. Если он что-то делает, то нужно, чтобы прошло очень много времени, допустим, что-то попросил, проходит день, и только на следующий день он это делает. Тебе это уже не нужно, но он это хочет сделать, и он стремится это делать. Сколько времени он проводит у компьютера в играх? Пять-десять часов. Наверное, любая мать, я не буду здесь оригинальной, хочет, чтобы их детей любили. Кстати, невестке я выделяю в своем сердце больше места, чем зятю. Потому что Ксюша у меня все-таки под нее, она сама под кого хочет подстроиться, и она, ну, как бы, она немножко другая. А вот переживая за сына, чтобы была рядом любящая, принимающая, а я научу, правда. Вот понимаешь, Камилюш, если понравится она, то есть невестка ей, там будет вообще все. Там будет просто, я не знаю. Встречайте, невеста. Салям алейкум. Меня зовут Камиля. Меня зовут Камиля. И по татарским традициям я пришла не с пустыми руками. Я сделала сыр и хлеб. Это вам. А это вам. Спасибо. Камиля, 21 год. Студентка биотехнологического факультета. Завоевала титул «Мисс Активность» на фестивале татарской красоты. Увлекается флористикой и конным спортом. Рисует акварелью и берет уроки вокала. Мечтает открыть центр татарской культуры. Камиля еще не встретила мужчину, с которым ей хотелось бы построить серьезные отношения. Надеется, что Денис сколыхнет ее сердце. Откуда вы к нам приехали? Из Мордовии. Город Саранск. Ну, вы пенсиональности татарка? Да. Чистокровная татарка. Мещарка. Расскажите о своей семье. У меня очень активная семья, и мы постоянно ездим куда-то вместе. Ну, родители меня очень любят и не хотят отпускать, видимо. А детей в семье много? Нет, нас двое. А сейчас живете в Москве? Нет, я сейчас живу в Мордовии, потому что я доучусь, у меня диплом сейчас. Вот, и поэтому я очень... А собираетесь потом где жить? Я даже не знаю. Вы поедете в Москву, если служите? Ну, я не знаю, честно говоря. У нас в квартире есть, все в порядке. Не в квартире? Татарочку прям, пускай родственники даже не переживают, в московскую прописку дадим. Ну, я не знаю, я очень близка со своими родителями, и мой папа не очень оценит, ну, как бы, одобряет мой переезд в другой город. Как думаешь, ему подходит мусульманка? Мы с ней все время как-то... Она как-то, что она проходила... Именно это, я думаю, нет. А вы послушайте, родители, вот если мы возговоримся с вашими, с родителями о том, что я сосватаю вас на сговор, послушайте. Если родитель скажет, да, все нравится, подходит, пойдете замуж? Ну, если мне будет по душе, родители не могут сказать мне, они говорят, они меня, во-первых, спросят. Первично вы, родители вторично, правильно? Да, да, мое мнение интересует их. Мы считаем, что она ему не подходит, и это наша однозначная ответ. Допустим, представим, что понравился Дениска. Вот у меня условия. Хочу, чтобы моя невестка называла меня мамой. Назовешь меня мамой? Без проблем. Отлично. Ну, это был первый тест. Даже не мама, а не я. А не я. А я Казым буду тебя звать. А это первый тест. А для второго теста пойдем на сцену. Камиля, а не страшно вот идти, а в семью в такую не страшно? Нет, не страшно. Ты знаешь, у нас в татарской семье мы всегда очень много готовим. Гости приходят всегда без приглашений, и мы всегда этому рады. Самое лучшее, собственно говоря, вот чему меня бабушка научила, это беляш. Да. Для беляша мясо надо. Вот давай сейчас посмотрим. Ну, это, по-моему, гусь. Ага. Ну, так берем его или не берем? Ну, берем, берем. У нас птица идет, а это баранина. Угу. Не ошиблась? Или говядина? Так, ну, готовить явно ты готовишь через раз это. Галеш, мы у нас просто у Мещар мяши галеш не делают практически. Хорошо, ладно. Это свинина, это говядина, а это баранина. Ну, вот двое у меня. Ничего страшного. Оценки не ставим, Камиля. Камиля, вы, конечно, свинину не едите. Нет, вы что? Я даже не знала, как она выглядит, если честно. Добрачные отношения приемлете? Нет. Она целомодульная. Ну что, есть у тебя к будущей, к потенциальной заловке вопросы? Вопросы? Угу. Я просто была на Татар-Кызы, и я видела Камиля, мне очень понравилось ее платье, и ее выступления, и ее танец, и стихи, которые она поэзия, так сказать, читала на татарском языке, очень красиво. Поэтому... А твой дядь татарский язык знает? К сожалению, нет. Я почему еще хочу, чтобы невестка у меня язык знала, чтобы внуки тоже говорили. Практики теряются. Слушай, а можешь вспомнить что-нибудь? Ну, хотя бы какой-то кусочек. Я могу стих рассказать? По-татарски. Да. Прямо уважишь. Мордовия, меня тухан жирем. Созлоп киткен иген кырларын. Шелтрепова, сура, суларын. Грюрлана биген эйт.